В Белгороде начался новый сезон интеллектуальной игры «Что, где, когда». Молодежная организация Андрея Скотча «Новое поколение» провела отборочный тур. 16 команд, 3 раунда, 30 вопросов. Те, кто показал лучшие результаты, вошли в состав Белгородской лиги. Первая битва знатоков со зрителями запланирована уже на этой неделе. 30 октября в арт-кафе «Башня» в областном центре. Теперь с этим проектом активисты смогут выезжать и за пределы областного центра. От фонда «Поколение» молодежная организация получила ключи от двух новых «Газелей». Так что расстояние для них теперь не помеха. У нас есть красивый стол, который светится, так как в телевизионной версии игры. У нас есть огромные объемные стулья. И каждый раз, когда нас просят приехать в Шебекино или в какой-нибудь другой город или поселок, то мы всегда сталкиваемся с транспортной проблемой. Мы опять же просим, чтобы либо за нами приехали, забрали все это, потому что все-таки телевизионная версия «Что, где, когда» она очень антуражная, она очень атмосферная. И, естественно, если мы привезем с собой этот стол, если привезем с собой все необходимые атрибуты, то игра будет совершенно на другом уровне. Транспорт будет нужен не только для игры «Что, где, когда». За 10 лет работы организации активисты провели более 3500 акций и мероприятий. Теперь выходить с проектами за рамки областного центра станет значительно проще. Я убежден, что сегодня многие молодежные организации воспользуются услугами технической возможности региональной организации «Новое поколение» для улучшения и повышения эффективности своей работы. Сегодня для молодежи открываются огромные перспективы для того, чтобы творить, развиваться.